Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ЭКЕФ. В этой недельной главе говорится о воскресении мертвых, о том, что разрушение это доказательство будущего возрождения. Есть такая короткая история. Случилось четверым мудрецам отправиться в Иерусалим. Они достигли храмовой горы и увидели запустение, обломки, и увидели, как лисица святая святых выскакивает. И трое из них начали рыдать, а рабе ЭКЕФа начал смеяться радостно. И узумленные спутники спрашивают мудреца, как можно смеяться при разрушении святыни. И рабе ЭКЕФа им говорит, слушайте, разрушение прежнего храма делает обязательным и неизбежным построение следующего лучшего. Вот этому я и радуюсь. Существует закон Торы. Нельзя разрушать храм, можно лишь перестраивать его. И рабе ЭКЕФа знал, что Творец, соблюдая все заповеди, не допустит разрушения храма. Если не планирует восстановить его лучше, еще такой, ну, в сто раз лучше, чем был. И вечный. Тот же закон можно применить и к людям. Человек создан по образу и подобию Творца. И мы сравним человека с храмом. Помните, мы всегда говорим, строят храм души, храм там. Так вот, тем не менее, смерть, которая наступает всегда через 120 лет в жизни человека, она губит даже самых прекрасных людей. Как же так? В иудаизме один из символов веры является воскресение мертвых. Если написано, что тот, кто не верит в воскрешение мертвых, тот, в принципе, не верит в иудаизм. Творец разрушает союз души и тела только для того, чтобы перестроить его и тем самым даровать человеку новую, лучшую ситуацию. Так он соблюдает заповеди, согласно которой человек, подобный храму, не может быть уничтожен. Это доказывает, что люди обязательно воскреснут здесь в мертвом мире будущем. Я могу очень много рассказывать. Есть... Ой, извините, ошибка. Есть очень сильные, потрясающие, мистические, я бы даже сказал, рассказы об этом, но пока не о том. Есть два типа жизни. Один из них у человека, для которого жизнь это переход в его будущее и вечное бытие. И как бы прихожая перед залом. И пребывая в ней, он готовит себя к появлению в зале. И великое оправдание всей его жизни, ее страданиями в том, что если смерть это просто исчезновение, то в жизни нет никакой цели. Но если у нее цель, то смерть это не исчезновение. И вот у первого из людей, которые считают, что мир этот конечный, он живет просто жизнью сегодняшнего дня, у него нет жизни. Тогда как у второго, в общем-то, нет смерти. Именно это имели наши в виду мудрецы, когда говорили, что злодеи даже при жизни называются мертвецами, а праведники даже после смерти называются живыми. Первые живут ради своего тела. И когда тело возвращается в землю, в душе его нет для чего больше вообще пребывать в этом мире. А второй раз жил ради души, и вот ей никогда не приходит конец. Душа бесконечна, и поэтому его жизнь тоже не имеет конца. Воскрешение из мертвых, это воскресение из мертвых, воскреснуть. Как прорастание семян. Есть такой рабе Илья Агудеслер, он объяснял, почему людям гораздо труднее поверить в воскрешение мертвых, чем из почти разложившегося маленького семени вырастает могучее дерево. Взгляните в это, попадает, растлевает, исчезает и поравляется. Люди привыкли сажать семена и выращивать из них деревья. И для этого, ну это естественно, нормально, понятно. Но если вдуматься, то неудивительно это того, что мертвый положенный срок восстает из земли. И там, и там это рука Всевышнего. В главе Экиф вот этой вот приведено пять основных вещей, которые Всевышний требует от нас. Там сказано следующее. А сейчас Израиль, чего Господь Бог требует от тебя? Только бояться Господа Бога твоего, следовать путями Его, любить Его и служить Богу твоему всем сердцем, и всем твоей душой, соблюдать заповеди Его и законы. Смотрим теперь. Названы все составляющие совершенного служения желанного Богу. Боизнь, это следование Его путям. Любовь, это цельность сердца и соблюдение всех заповедей. Боизнь, это трепет перед Творцом, который испытывает человек при мысли о величии и бесконечности Творца. Взгляните в этот мир, и вы все поймете. Следование Его путями, это исправление разных черт характера. Так сказали наши мудрецы. Как Он, например, милосерден, ты должен был милосерден. Как Он сострадателен, ты должен быть сострадателен. Любовь к Всевышнему, это любовь к Всесильному, которую человек испытывает при мысли о величии Бога. О том, что такой красоте, с такой любовью так создан этот мир. Соблюдение всех заповедей, это точное соблюдение заповедей со всеми деталями. Жизнь человека на земле служит только коридором к лучшей жизни, которая длится вечно. Вот в чем главная суть изучения всех законов, которые существуют. Она не имеет параллели, эта жизнь на земле. Вся жизнь человека на земле, это спланировано Творцом, как самое подходящее, самое правильное приготовление к миру вечности. И для каждого человека спланирован именно его уникальный план, его появление, в какой день, в какой семье, как он появится, с какими обстоятельствами, какого роста, если хотите. Все спланировано в идеале для того, чтобы он именно подготовился к будущему миру. А мы все хотим добиться абсолютного радости в этом. Не всегда так получается. Конечно, идеально, когда и в этом, и в следующем мире у тебя все хорошо, но на испытательном полигоне не все так просто. Вот этот мир испытательный полигон. Брахава от слуха, чтобы у нас было, ну, если хотите, мы люди такие, все-таки люди, и поэтому побольше хорошего. Брахава от слуха. Брахава от слуха.